Не иначе как кадры из фильмов ужасов напоминает этот скотомогильник. Здесь десятки черепов и шкур мертвых коров. На солнцепёке в округе ощущается едкий неприятный запах. Малейший порыв ветра и всё это почувствуют многие жители Иркутска. Скотомогильник обустроили прямо в самом центре города. По соседству находится академический мост и строится новый торговый центр. Также неподалёку 130-й квартал, популярное туристическое место и музыкальный театр. Заметить с дороги скотомогильник очень сложно. Вдобавок сюда привозят землю в соседние стройки и отходы в любой момент могут засыпать. О страшной находке нам сообщили сами строители, однако рассказать о ней согласились только по телефону. Бегают, растаскивают их по всей территории. После нашего обращения на место прибыли экологи и ветеринары. После фото и видеофиксации было принято решение как можно быстрее вывести отходы на полигон. Ведь останки могут быть опасны для человека. Были случаи сибирской язвы, например. Вот на старом скотомогильнике у нас захоронены животные сибирской язвы. Сейчас, конечно, нет таких случаев, но в соседних регионах такие факты случаются. Землю, на которой лежали останки, продезинфицировали. Теперь осталось найти того, кто устроил здесь котомогильник. Чтобы сделать это как можно быстрее, экологи планируют обратиться в правоохранительные органы. Павел Марчуков, Андрей Назаров. Новости по будням.